Алексей Алексеевич, Вадим из России. Уважаемый пастор Алексей, меня мучают мысли по поводу истинности Иисуса Христа. Как мне стать уверенным, что Христос существовал и что христианство – это истинная религия? Очень хороший вопрос, спасибо за него. Мы, кстати, отвечаем на подобные вопросы в нашей серии редакторских выпусков, которые называются «Основы», я сейчас не помню точное название, но наши редакторы поставят название этой серии, где мы отвечаем на вопросы о существовании Бога, говорим о сравнении христианства с другими религиями и так далее. И вот там более подробно можно получить ответ на этот вопрос. Но если свести это к короткой и такой очень конкретной формуле, то есть несколько очень важных факторов, которые говорят об истинности христианства. Самый первый фактор заключается в следующем, что Библия, Священное Писание является наиболее точным объяснением существующего мира и пути решения проблем, которые в этом мире есть. Издревле различные религии пытались найти объяснение, они пытались объяснить существование того, что происходит, или существование мира, или же смысл того, что происходит. Так вот, только христианство даёт разумное, наиболее рациональное, наиболее соответствующее тому, что мы видим, и наиболее глубокое с точки зрения ответа на все возникающие вопросы объяснение существующей реальности. Я приведу несколько конкретных фактов. Когда мы говорим о проблеме человеческого зла, то здесь несколько вопросов возникают, с которыми мы все сталкиваемся, и объяснить их очень трудно в другой парадигме, кроме Священного Писания и христианства. Человек добр и в то же самое время делает много зла. И разные философы, политики, религии пытались как-то найти объяснение. Но только Библия очень ясно говорит о том, что человек был сотворён добрым. И она очень, Писание очень ясно объясняет, что же произошло с человеком в результате грехопадений. И вот более точного объяснения, как то, что Библия говорит, что человек поставился в положении независимости от Бога, у него ещё есть вот эти побуждения добрые, у него есть способность сделать добро, он может делать что-то красивое, он может делать что-то приятное. Но всё это делает, противопоставляя себя Богу, не в гармонии с Богом, как Библия говорит изначало, не в том, чтобы быть продолжением, сотрудником с Богом, продолжением Божьей работы, а он ставит себя в независимое положение, то всё, даже самое доброе, что человек делает здесь, вне Бога, без Бога, независимо от Бога, то всё это, оно бросает вызов Богу. И поэтому это требует... Вот почему оно всегда ведёт к ухудшению, когда мы видим прогрессию греха в человечестве. И это то, что будет требовать Божьего суда, или требует Божьего осуждения. Бог не может оставить это просто существующим, потому что Бог справедлив, и именно Он создал весь этот мир, и этот мир весь подчинён Ему, а значит, подчинён и Его справедливости. И таким образом Библия говорит об этом напряжении, и вот единственный вариант, как разрешить это напряжение, это воплощение Сына Божьего, Иисуса Христа, который стал стопроцентным совершенным человеком, и в то же самое время Он был совершенным Богом. И Он смог совместить в себе божественную и человеческую природу. И поэтому Он мог прийти на Голгофский крест как представитель человечества. И Он мог заплатить цену, которая требует Божья справедливость. И Он этой ценой удовлетворил Божию святость, и таким образом сделал праведными всех тех, кто в нём. То есть, вот если посмотреть на Божий план спасения, то Он настолько совершенный, Он настолько точный, Он настолько рациональный, разумно понимаемый. И когда ты сравниваешь его с любой другой религиозной системой, которая пытается предложить свою версию решения проблемы зла, то ты понимаешь, что они просто абсолютно далеки от тех фактов, с которыми мы имеем дело. Я думаю, это самый главный аргумент, который не просто убеждает в действенности христианства, Он делает его абсолютно необходимым. То есть, отвергни его, и у тебя просто не остаётся вариантов для того, чтобы решить проблему своего собственного греха. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава вам. Друзья дорогие, оставайтесь с нами в следующей программе. Мы поговорим о том, является ли распространение непроверенной информации участием во лжи. На сегодня всё. Благослови вас Бог. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»